Она гораздо шире, чем семья одного театра, чем семья Петербурга, чем семья страны. И то, что Россия связана древними нитями родственными с Абхазией, не пустые слова. И то, что Абхазия связана тоже начальщими нитями с Россией, не пустые слова. Потому что сейчас один курс в Абхазии учится актерский в Петербурге, второй – режиссерский в Чудинском училище в Москве. И через 2-3 года творческий состав, актерский состав Абхазского театра и режиссерского обновится. Это не спонтанная случайность. Это дырновидность, мудрость, отвага и не какая-то совершенно необыкновенная человеческая стойкость, свойственная этой страны. А в сны, которая переводится как «страна души». Народный артист Республики Абхазия Валерий Ковер. АПЛОДИСМЕНТЫ Премьер вручает народный артист России – Николай Буров. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как каждый год собирается вот так вот, и только в эту дату вспоминяя Андрея, очень много как-то душевно вспоминает, какой Андрей был человек, какой он был актер, какой он был домашний человек, какой он был писатель. И может, я вспоминаю, что Андрей был еще и педагогом, причем педагогом, как бы он назвал, человек без кожи. Он так болезненно болел и переживал за своих студентов, как он их ненавидел, как он их обожал. Это все действительно, вот как-то, я не знаю, эти годы, проведенные крестом профессора театрального института, они, наверное, были какие-то годами, как он потерял больше всего крови, студенты пили из него кровь. Кстати, многие вышли хорошими артистами, это было уже давно когда-то. И я вспоминаю, когда мы были маленькие, а я закончил все на год, по-моему, раньше Андрюша, наш институт, я вспоминаю, что обязательно хотя бы раз в два года выпускались студии, ну, их называли национальными тогда, бурятские и хакарские. Чеченские, 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 не чисто чеченские, там всегда это было чеченский бурятский курс. Это кто придумал свести, когда ребят полкурса чеченцев, полкурса, ну, течка какая-то. И кто только не выпускал эти курсы. Это был и Кацман, и Соренников, и Василий Васильевич Меркурьев. Лучшие педагоги время от времени бросались в эту стихию, потому что у меня было такое впечатление, что они чувствовали, что Ленинград, ну, значит, Петербург, должен всей стране. Он, правда, должен всей стране, причем не той, вот уже чуть-чуть насеченной нынешней, а той, большущей стране, нашей общей стране. Он должен, потому что, ну, по истории своей, ну, задолжал Ленинград всем. Правда. Так же, как и Москва, кстати говоря. Мы долго пили борческую кровь, улавливали самых талантливых по всей стране, собирали их здесь, пользовались этими талантами. И они рождали новые направления, и все. Должили все, и музейщики, и музыканты, и театральный цех должен. Вот очень хорошо, что вот сейчас каким-то таким отголоском, эхом возникла вот эта идея создать вот эти курсы в Москве и в Петербурге, которые, конечно же, вернутся обязательно туда, потому что не возвращаться в Абхазию невозможно. Не вернуться можно, ну, наверное, в Норильск, пусть меня простят к величане. Наверное, можно не вернуться в Магадан. В Абхазию не вернуться нельзя, потому что это надо совсем сойти. Шаварнадзе мешает нам. Шаварнадзе мешает. Я с радостью сейчас поклонюсь человеку, который был всю свою жизнь в Вене, своей родине, своему театру, своей школе. И сейчас, канун своего семидесятилетия, я с цикрами, корень, хорошо, поэтому я быстро считаю, канун своего семидесятилетия хочет театр совершить и плодить, это необходимо. Я даже вошел, когда только-только сюда, там, в общем, вести были библиотеки и музеи, сидели девочки, я сказал, ой, ой, там, хасский курс, я, совершенно хорошим, силы нет. Дай Бог, чтобы театр абхазский жил, возвращался к самым каким-то лучшим своим кондициям тех времен, когда все было чуть-чуть по-другому. Когда театр оживает или когда театр учреждается, значит, есть надежда на жизнь. На жизнь полную, яркую, мирную, прежде всего. Очень этого хочется. В этом городе, все-таки мы очень близко к полярному кругу, всегда очень любили море теплое. И, конечно, когда вспоминаешь, что это обязательно не Абхазия, обязательно рядом Сочи, обязательно рядом Крым. Как-то так вот получается. Все это какое-то очень родное, близкое в воспоминаниях, особенно у взрослых людей. Так что я с радостью сейчас вот этого замечательного статистику передам в ваши руки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Года четыре работал актёром у себя. Услышал, что здесь вот где-то вот театр Товстаногова. До этих пор в Москву поехал. Посмотрел несколько театров. Выбрал один. Смотрел плохой зритель, будучи актёром или фишером плохой зритель. Приехал сюда, несколько театров, много театров посмотрел. Ну, тоже выбрал один театр. Так вот, ну, конечно, не обязательно. Так ясно, какой театр какой-то. Так вот, когда в Итси тут мы поступили, ребята меня водили на разные фестивали, заражали тем или иным театром в прекрасный театр. Ну, я говорил, вот эти театры мы поработаем год-два, а у этого вообще не буду работать. А мы проезд там сейчас находились, всей группой нашего курса. Я их всех взял. Идите сюда, советчики, говорю, смотрите эти спектакли. И они смотрели, не вылезая всю неделю в этот год. Во время войны нашей, как это ни странно, люди ко всему привыкают. После того, как мы привыкли к войне, мы стали депутировать между семьями. Сделали два спектакля. И мы не знали, с чем все это завершится, честно говоря. Но знали, что не приведу, все равно мы придем домой. Но когда не знали? А почему восстановили вместе со мной два спектакля? И для того, чтобы все-таки не ганнула в вечность кое-что, мы символически всего были неравнодушны. Показали в Москве, в театре на Малой Бронной, где работал Анатолий Васильевич, и в ВДТ, в Ленинграде, в день вхождения наших войск и освобождения спуток. И это было для нас очень-очень символично, очень-очень справедливо. Этот необратимый позитивный процесс, вопреки всему, касалось и жизни, и творчества. Спасибо вам большое. Слово почетному председателю Петербургского общества Овсты, страны души, филологу Бочи Аджинжан. АПЛОДИСМЕНТЫ Валерий Ковер не мог не стать знаменитым актером и режиссером, так как его родной отец Михаил Ковер был. Тоже знаменитым актером, народным артистом и благородным человеком. От души и сердца, от имени Диасла и Санкт-Петербурга поздравляю с этой высокой наградой. Желаю крепкого здоровья и больших творческих успехов на благо нашей многострадания Родины. Наш родной брат по духу, адыг, президент региональной общественной организации Санкт-Петербурга, возле добра национальности, добра национальной культуры, Хамхоков Беслан Мухдинович. Мы абхазский народ, и адыги – это одно город, поэтому все равно, что это наши врачи. Я хочу сказать, конечно, очень много было добрых слов сказано, но Санкт-Петербург, вот я когда приехал, почувствовал, что вот как будто у себя дома. Знаете, вот дома ты не чувствуешь напряжение, душой ты воспринимаешь все, что творится, то, что говорят, то, что ты видишь, то, что происходит вокруг тебя. И я считаю, что это символично, что в руки Санкт-Петербурга дошли до Абхазии и нашли в вашем лице своего друга, чтобы вот это чувство не терялось, сохранилось, чтобы и Абхазию больше сдали. И, естественно, чтобы чаще к нам выиграли. Ну, с большой наградой поздравляю, конечно, от всех национальностей Санкт-Петербурга. АПЛОДИСМЕНТЫ А вас, дорогие друзья, поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю хорошего настроения Абхазского долговедия, мир и счастья вашему гону. АПЛОДИСМЕНТЫ В нашей театральной жизни случаются события всякие. Случаются события незначительные, которых мы даже не замечаем. Случаются события сезонные, которые составляют какие-то перемены в нашей жизни. Случаются события значительные. Они меняют нашу жизнь более серьезно. Случаются события потрясения. После них мы перерождаемся. Но случаются еще более мощные события. Петербургу опять-таки повезло. Случаются события эпохальные. То есть события, случающиеся раз в сто лет, наверное. В век, в два века. Один из петербургских театров, виновник, инициатор, виновник и победитель такого события, которое длилось в нашем городе четверть века. Пожелось.